Не родись красивой. Да, да, да. Ну, вы понимаете, во-первых, нет времени, во-вторых, не хочется как-то плохо играть. А с чего вы взяли, что вы плохо играли? Кто вам такое сказал? Не, ну я там играла саму себя, там, Алину Кабаеву, которая пришла в гости. Естественно, ну что там играть-то? Играть нечего. Но очень важно, мне кажется, все зависит от режиссера, точно так же, как зависит в спорте от тренера. Если хороший режиссер и может объяснить, и вытащить из тебя то, что нужно, вот это тогда, я понимаю, успех. А я такой человек, как бы, да, я там открытый, но все равно, если что-то нужно сыграть такое, я знаю, я смогу это сыграть, мне кажется. И вот думаю, сейчас, сейчас, и все равно вот сидит, штопор какой-то, и не дает. Не знаю. Вы, наверное, кино смотрите, вы смотрите кино, вы уже сказали об этом. Хоть что-то вас привлекло в последнее время в отечественном кинематографе? Фильм «Остров». Да? Да, «Сильм «Остров». Очень наш, вот именно наш. А какое вы созвучие нашли себе? Ведь всегда же мы ищем в кино что-то созвучное себе, своей жизни. Вы понимаете, как себе? Вообще, вот человек устроен, вот когда ему плохо, он сходит с ума. Там все. Когда ему хорошо, он забывает, что ему было плохо, что нужно еще доделать. Например, тот же момент, когда она приходит лечить сына, и ему говорит старец, что нужно тебе еще идти в церковь, ты должна помолиться, сказать большое спасибо Богу за то, что он помог твоему сыну. Она говорит, у меня завтра работа, говорит, я не могу. Она приходила, плакала, рыдала, умоляла его, что с моим сыном, помогите, пожалуйста. Но когда ему стало хорошо, и ей говорят, нужно пойти и сказать большое спасибо хотя бы просто, да, помолиться и остаться на ночь, она говорит, я не могу, у меня завтра работа. То есть это показывается то, что люди некоторые, когда им хорошо, они забывают про это. А у вас в жизни случалась такая дилемма, когда вам нужно было действительно решать, вот или это, или это. И то, и другое было для вас важно, и вы разрывались. Да нет, наверное. Пока мне важен только спорт. У меня сейчас вот есть как бы инцидент, вот сейчас Арина Александровна произошел из-за того, что она мне сегодня целый час мы с ней разговаривали, и она объясняла мне, что есть спорт, или ты говоришь да полтора года, и отказываешься от всего, или ты говоришь нет, и все, и мы с тобой расходимся хорошими друзьями. Алина, вы взрослая девочка, и вас еще воспитывают. Вы позволяете себя воспитывать? Да, позволяю, потому что в спорте должна быть дисциплина. А вы еще чего-то не знаете про спорт? У вас уже диплом спортивный. Я много что знаю, но иногда очень важно, чтобы тренер тебе помог. Вот я, ну там, позвонила одному спортсмену, другу, и говорю, что так и так, представляешь, мне так тяжело, меня домой не отпускают. Там на Арина Александровна говорю, вот, я так обиделась на нее, ну там. Он такой, говорит, знаешь, Граталин, мне не повезло в жизни из-за того, что, чтобы я не стала там трехкратным олимпийским чемпионом, из-за того, что у меня не было тренера рядом. И вот эти его слова действительно, потому что Ирин Сан, она хочет мне помочь. И, с другой стороны, не то, что мешает. Иногда вот мы с ней что-то там получается, и все, мы как бы не знаем друг друга, там, я тренируюсь на одной площадке, она там может на меня не смотреть, потом все равно смотрит, потому что самое ужасное, когда она не смотрит. Это значит, я безразлична вообще. Поэтому очень важно с ней поговорить и вообще разговаривать. Она очень хороший психолог. Как вы научились просить прощения? Я до сегодняшнего дня прошла. Нет, как вы научились? Научилась, но я не училась. Это у меня вот... Вам никогда не было трудно пойти извиниться? Было. Было трудно. Но знаете, почему потом как-то раз, и все расходится? Потому что, когда поговоришь, она там тебе говорит какие-то неправильные вещи, которые ты сделала. И ты действительно думаешь, ну, действительно, я понимаю своим умом, что я не права. Но иногда вот не могу я через себя перейти, понимаете? Вот почему олимпийский девиз там, преодолей себя? Вот иногда не могу преодолеть себя. Как только я с ней там что-то поговорю и понимаю, что я говорю, да, Ирина Александровна, извините, я в этом не права. Алина, но ведь жизнь не ограничивается Новогорскому и Ирине Александровне. Вокруг вас жизнь, которая существует по своим законам, законам подчас очень жестоким, эта жизнь нападает на вас. И как найти силы сопротивляться этому? Потому что, я почему спрашиваю? Потому что, ну, нелепо не знать о том, что все эти цвета определенного газеты энное время назад писали о вашей личной драме. Да, да. Такое было ощущение, что они, не хотелось бы никого обижать, создали эту личную драму. Да, да. Но это было ужасно, честно говоря. Просто. И то, что столько там мы пережили, про кого там писали, это было просто ужасно. В том плане, что родные очень сильно переживали. Особенно моя бабушка. Это ужас какой-то. Она у нее каждый день звонила из Ташкента, держась за сердце. Ой, скоро у меня там инфаркт будет. И что они пишут, что это правда, там еще что-то. Я говорю, слушай, я говорю, бабуль, да успокойся. Ты, говорю, не обращай внимания на это. А вы себя ощущаете опытной женщиной или еще юной девочкой? Нет, юная девочка, какая я опытная женщина. У меня еще вся жизнь впереди. У меня этой жизни-то не было толку. Все в спорте только. А чему этот опыт вас научил, этот печальный опыт? Чему научил? Я имею в виду опыт общения вот с этой жизнью. Мы говорим об этом. Он не то, что научил, он просто скрепил там отношения, то есть женщиной с мужчиной, да, там с молодым человеком, то есть как это все проходило. Было, конечно, тяжело им. И такое ощущение, как будто они хотели, чтобы мы как бы расстались. Но это не произошло, и друг друга поддерживали. Конечно, были там какие-то скандалы, вот так и так. Я говорю, слушай, ну ладно, я говорю, написали. Тем более, этот человек, который не хотел бы появляться нигде, да. Но вот так вот получилось. Трудно себе представить человека, который бы не хотел появиться на страницах пресса рядом с Алиной Кабаевой. Но, видимо, есть такое бывая иллюзия. Да, есть. И он абсолютно не хотел этого. И, я не знаю, конечно, для него была это вообще ужасная травма психологически. Особенно для него. Зачем это ему нужно? Но вы чему-то научились, вот пройдя это испытание? Чему-то научилась. Обращать, не обращать внимания на эту желтую прессу. Потому что тогда у меня, конечно, был переворот вообще. Внутри я так переживала, и было вообще очень тяжело. А сейчас я вообще не обращу внимания. И всем говорю, что-то про меня написали, хорошее или плохое, я вас прошу. Ничего мне не показывать. И все. Скажите, Алина, вот жизнь, она состоит из, ну, та жизнь, которая вас ждет, я думаю, что вы это уже знаете, из попыток, зачастую не очень успешных, но непрекращающихся попыток получить удовольствие. Вот что вам сейчас в жизни, в 2007 году, доставляет наибольшее удовольствие? Ну, кроме спорта, давайте на спорту. Кроме спорта, да? Да. Мои друзья, моя мама, моя собачка Николь. Я думаю, что общение с друзьями. Я вообще общественная человек, и для меня это очень важно. Я не люблю оставаться одна. Не то, что я там... Ну, не люблю. И вообще я так благодарна судьбе, что возле меня есть нужные люди, которые меня могут поддержать и правильно дать совет. Не у всех это бывает в жизни. Поэтому я ценю. А вы чего-нибудь боитесь? Да. Боюсь потерять родного человека. Это самое страшное, что есть. Потерять родного человека, потому что все, что остальное в жизни, это все можно вернуть, восстановить. А родного человека ты никогда не вернешь. Вот этого я боюсь. Это правда. Я вам желаю, знаете, не только улыбаться. У вас замечательная улыбка. Но вот когда вы сейчас говорили без улыбки, вы мне еще милее. У нас в гостях была Алина Кабаева, которая не только прекрасно улыбается, но и хорошо мыслит. Мы будем болеть за вас. Удачи вам. Спасибо вам большое, что пригласили меня. А наша программа встретится с вами на Первом канале «На ночь глядя». Субтитры сделал DimaTorzok